И прежде чем я начну свою часть презентации, я хотел бы спросить, кто из вас в ваших организациях использует какие-то системы менеджмента проектов онлайн, ERP-системы, SaaS-системы и так далее и тому подобное? Нет. Серьезно? Серьезно. Окей. Тогда я думал, все поднимут руки, и я тогда спрошу, кто из ваших бенефициаров их использует, но, видимо, вопрос излишен. Но, ну что же, тогда я приступлю, это значит моя презентация будет более интересной, потому что я думал уже, что она будет не очень интересной, если мы все этим уже пользуемся. В общем, что такое приложение? Приложение в данном случае, и я подразумеваю это широко, это все, что позволяет решать какую-то проблему в сети, и не только в сети, с помощью мобильных устройств. И в данном случае, ну, не применительно к повышению эффективности, а вообще, это все, что позволяет, все, что требует некого интерактивного, некой интерактивности с пользователем. Это находится именно в облаке, как принято сейчас говорить. Ну и все, что, собственно, от Твиттера и Фейсбука и Википедии до каких-то маленьких приложений, которые вам позволяют рассчитывать разницу во времени между временными зонами, это все приложения. Ну и, соответственно, теплица социальных технологий, о которой мы расскажем позже, это гражданские приложения, которые позволяют решать гражданские общественные вопросы, и в том числе и социальные вопросы, насколько я понимаю, большинство ваших инициатив сосредоточены именно на социальных проблемах. Ну и здесь быстренький обзор, какие типы мы разделяем, это книги жалоб, связанные с чрезвычайными происшествиями и ситуациями, государственные, это сверху или снизу, позволяющие обсуждать законы, предоставить информативные законы, инициативные, которые объединяют вокруг себя, вокруг каких-то инициатив, информаторы, в данном случае мы обсуждали буквально позавчера экологические приложения, например, в экологических приложениях, равно как и во многих, скажем так, приложениях, посвященных здоровому образу жизни, очень важны подобные приложения, но и, соответственно, автоматизаторы и повышающие эффективность. Я думаю, для этой аудитории наиболее интересны данные приложения или их почти SaaS, SaaS это сайт as a service, соответственно, и, нет, в общем, что-то as a service, также их называют service and demand, это приложения, которые лежат в облаке и позволяют вам решать конкретно ваши операционные задачи. Но они не только, это не исчерпывается непосредственно технологиями, сколько какими-то практиками в области менеджмента. И примерно, когда я составлял эту презентацию, я примерно разделил несколько областей, скажем так, где приложения, онлайн-приложения могли бы вам помочь. Благо, в России уже во многих местах есть достаточно быстрый интернет, чтобы и достаточно, скажем так, дешевый, точнее, не обязательно дешевый, сколько позволяющий им пользоваться, по крайней мере, для организации, равно как и для большого числа частных лиц. Ну и что, первый аспект — это совместное творчество. Кто из вас пользуется Google Drive, бывший Google Docs для решения своих проблем? Один человек. Серьезно? Да, два, два. Окей, вот, это третий человек, отлично. Это очень удобный инструмент, и особенно если вы им еще не пользовались, что странно, в 2012 году, я прошу прощения, я не хотел бы... Ничего личного, я не хотел бы... Да, но что хорошо, то, что он, во-первых, позволяет создавать документы вместе, во-вторых, не только документы, но и таблицы, презентации, рисунки и формы. И что важно в формах, вы создаете форму, а потом все, что только вы создаете, достаточно просто, все это отправляется вам в экселевскую таблицу. Очень удобно, например, для автоматизации приглашений. Соответственно, Pirate Pad, это вот пиратский блокнотик, здесь что хорошо? Во-первых, в отличие от Google Drive, он свободен, во-вторых, вы можете у себя на внутреннем сервере его установить, он бесплатный. И еще раз я расскажу о характере приложений, когда не все приложения у нас бесплатные, да, но мы старались... Я старался составить презентацию таким образом, чтобы ответить на вопрос, что нужно некоммерческой организации для того, чтобы с минимальными затратами сделать свою организацию эффективной. И в данном случае руководствовался принципом, то, что бесплатно и открытые источники кода, это хорошо, это максимальный приоритет. Но если таких удобных приложений нет, и у них есть коммерческие платные аналоги, то, конечно же, я расскажу о них. Потому что, собственно, в этом вся философия таблицы социальных технологий. Если есть какой-то открытый, повторно используемый код и какие-то приложения, мы прежде всего рассказываем о них. И в данном случае вот PiratePad – прекрасный пример, потому что у вас, видите, здесь у вас линиями помечаются все ваши документы. И цветом не нужно никакой регистрации, вы, соответственно, просто отмечаете, кто вы. Здесь есть небольшой чат, то есть вы можете устраивать вокруг этого инструмента какие-то непосредственно сессии. Создание общих документов с вашими региональными партнерами. И, соответственно, в реальном времени можете видеть, кто какие изменения добавляет. Но, собственно, Basecamp – это уже платное приложение. Оно предлагает весь спектр, то, что называется Collaboration Tools, то есть это инструмент для совместного использования. Он дорогой, не в час, я прошу прощения, это не в час, не в час, это ошибка, от 20 долларов в месяц. И там вы создаете проекты. Словно, вы знаете. Вот, 20 долларов в месяц. Мы использовали Basecamp, например, со студией, которая делала нам логотип. То есть в данном случае они нас добавили как клиента, они добавляли какие-то файлы, которые мы обсуждали. И это было в такой системе, в виде такой социальной сети более-менее. Соответственно, рынок и вообще, возможно, и число подобных приложений огромен. Поэтому я просто скажу, что нужно искать. Я буду так делать по каждому из разделов. Соответственно, мы распространим и выложим в открытый доступ эту презентацию. Вы сможете потом, собственно, поискать, если вам нужно сделать обзор для вашей организации и каких-то инструментов. В данном случае в этой презентации мы говорим о том, что мы использовали бы это сами. Соответственно, следующий раздел – это хранение файлов. Хранение файлов, как вы знаете, особенно, ну, мы смотрим на, прежде всего, даже если вы в Москве, иногда проще все это сделать, скажем так, в сети, чем переправлять эти бесконечные имейлы с вордовскими документами. Потом никто не знает, где же, какой файл, у кого последняя версия. Вот, поэтому лучше всего их хранить в виде версий. И что интересно, Facebook имеет уже функционал добавления файлов. Вы создаете группу в Facebook, добавляете туда своих коллег. И там есть здесь название, здесь информация о группе, мероприятия, фотографии и документы. Собственно, вот как раз в документах вы можете добавлять все документы и редактировать их. Здесь небольшой текстовый редактор. Вот, что хорошо, то, что у вас, то, что вы, не обязательно выявленные предупреждения, наверняка многие из ваших сотрудников сидят в Facebook в рабочее время. И как раз в рабочее время они могли бы заодно добавить файл какой-то, обменяться информацией. Ну, мы-то, по крайней мере, точно сидим, поэтому я говорю за себя. Dropbox.com – это хорошая вещь, но она платная. Вот, здесь очень удобно. То, что у вас интегрировано это приложение, до 2 гигабайт, впрочем, бесплатно. Вот, это хорошо, когда у вас большая региональная сеть. Есть ли из вас кто-то пользуется Dropbox? Вот, у нас точно есть самый прогрессивный участник. Здесь и Google Docs, и Dropbox, и вообще все прекрасно. Вот, в России тоже теперь есть свое хранилище файлов. Яндекс недавно, совсем это пока в бета-версии находится, создал и изменил интерфейс. То есть диск Яндекс.ру существовал достаточно давно, но он был в таком виде, что вот вы просто загружаете файлы. Это как файлы хранилища, такой типа мега-аплоудер. То есть там можно, я, например, видел, что часто там какие-то не очень легальные файлы распространяли с помощью Яндекса. Сейчас это значительно ближе к Dropbox. И, как вы видите, сейчас пока нету непосредственно регистрации. Можно только оставить заявку. И вы, соответственно, оставляете заявку мне. Я оставил заявку, мне приглашение к использованию этой системы пришло буквально в течение двух часов. Поэтому на самом деле это работает. Я очень советую пользоваться этим. И там 10 гигабайт. Там у вас можно на Маке, на вашем PC поставить специальное приложение. И там за какие-то дополнительные действия вы получаете дополнительные гигабайки для хранения. Это удобно, если вы пользуетесь Яндекс.почтой. И это все по-русски, все наше, родное. Поэтому, в общем, тоже и бесплатно. Это хорошо, в общем. И если вы дальше хотите составить анализ, чтобы дальше искать, вот, собственно, ищите онлайн-хранилище, storage services и так далее и тому подобное. Значит, мониторинг. Наверняка, вот кто, у кого есть бенефициары, которым требуется какой-то мониторинг в рамках грантов. Раз, два, три, четыре. А, я просто думал, всем требуется. Вот, но, наверняка, какие у вас проблемы в плане мониторинга есть? Есть ли вообще проблемы с мониторингом деятельности? Как часто вы сравниваете и просматриваете, скажем так, эффективность ваших бенефициаров? Это зависит от страны, у каждой организации свои цели, да? Мы не часто, потому что у нас 40 приблизительно организаций по годовому проекту, и 70 трудников, с которых на проектной деятельности только два. Поэтому, ну, очень редко, реально очень редко. И в обычном режиме обратной связи чаще они нас, ну, вот, связь от них исходит, а дальше же мы делаем. У нас просто индивидуальные гранты, поэтому нескольких тысяч грантов в год, и для нас скорее вопрос о понимании того, что мы считаем из-за мониторинга. Мы собираем этих отчетов, безусловно, но вопрос о хранении этих отчетов в доступности, дальше отслеживание, что происходит с нашими грантами получателями после обмечения будущих грантов. Вот, и здесь это достаточно интересно. Действительно, гранты бывают различного масштаба, но мы, так как мы сами живем на грант, то мы, вот, я исходил изначально из нашей проблематики, вот, как, в чем нам могли бы помочь системы, далеко не все они существуют, мы вообще задумываемся не создать ли нам свою собственную систему отслеживания нашего собственного гранта, вот, и, в общем, законченных сервисов нет, но есть возможность, например, по крайней мере, вот у нас в гранте есть система индикаторов, и есть система индикаторов, например, о скольких приложениях мы должны рассказать, условно говоря, или о каком числу бенефициаров мы должны, там, рассказать о приложениях, о новых технологиях и тому подобное. Соответственно, сейчас это выглядит в виде какой-то таблички, которую мы потом, в конце года, должны заполнить и сказать, вот, мы выполнили план на 165%, или недовыполнили его на 5%, и вот, поэтому, в общем, получим меньше денег. Неважно. Какое есть технологическое решение, по крайней мере, как его стоило бы продумать, то есть, если, например, представьте себе сайт, например, даже если вне зависимости от того, что сколько у вас бенефициаров, предположим, вы задаете, предположим, у вас есть система в идеальном мире в каком-то, что вы задаете систему индикаторов, да, например, число, это какой-то строку и число, и дальше вы создаете, например, доступ для ваших бенефициаров, и таких, например, ваших клиентов и, соответственно, индикаторов может быть сколько угодно. И дальше вы даете доступ вашим бенефициарам, которые, например, должны раз в месяц, им приходит, например, автоматическое напоминание по имейлу, что вы должны заполнить какую-то таблицу. И они заполняют таблицу, и дальше с помощью графики у вас, соответственно, показывается какой-нибудь такой вот график, что вот план выполнен на 90%. И, понятное дело, что все это изменяемо, но, по крайней мере, и, к сожалению, я пока еще не видел подобных приложений, которые решали бы конкретно эту проблему, но мне кажется, она могла бы значительно расширить, и усилить эффективность организаций, которые должны что-то мониторить, особенно когда эта речь касается своих ресурсов. И то же самое, например, когда дело касается каких-то финансовых инструментов, да, например, сколько у вас есть всего денег, сколько потратили, и тоже автоматически рисуются такие графики, и, соответственно, дополнительно к этому добавляются какие-нибудь автоматические алгоритмы, которые говорят, что вот там 10 организаций не заполнили, им через неделю приходит автоматическое напоминание о том, чтобы, пожалуйста, запомните данные, иначе там у вас будет какой-то штраф в рамках именно получения грантов. И дальше, ну и тому подобное. Это, по крайней мере, в данном случае данный раздел, он скорее направлен на то, чтобы возбудить некую инженерную дизайнерскую фантазию, вот, и вообще, например, просто показать, как мы можем использовать какие-то онлайн инструменты, да, потому что если это у вас онлайн, это значит, что, в принципе, все могут использовать, и вы можете в любое время, из любой точки света зайти, ну, больно дело, что только будет закрытый, должен быть сайт с каким-то системой очень серьезной авторизации, вот, но вы можете в любой момент посмотреть вообще, как живут ваши бенефициары, может быть, у них есть какие-то проблемы именно исходя из показателей, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, и вернемся на Землю из нашего мира фантазий, и давайте посмотрим, что есть уже сейчас. Вот кто использует... да, пожалуйста. Я уже использую. Я не использую, потому что, единственное, что используют. А, вы используете там тайм-трекинг. Отлично. Кто еще использует тайм-трекинг? Ну, это... есть много инструментов, которые используют тайм-трекинг. Вот, и... в данном случае я выбрал Paymo, потому что... Потому что оно бесплатное до одного пользователя. То есть, когда вы, как частное лицо, используете просто для своих каких-то персональных нужд, это для вас бесплатно. Что есть интересное? То есть, вы можете просто отмечать кликами, например, вот я занимаюсь сейчас этой задачей, вот, когда вы закончили заниматься этой задачей, вы стоите в столб, и дальше вы сможете смотреть диаграммки по тому, как вы потратили рационально или нерационально свое время. Но, есть еще более опасное, в каком-то смысле, приложение. У Paymo есть вторая версия, и вы ее устанавливаете, и компьютер сам следит за вами, что вы делаете, какие окошки в браузере вы открываете, и вы можете посмотреть... И вы можете посмотреть уже непосредственно, вообще, сколько у вас времени уходит на Facebook, на ВКонтакте и на Одноклассники, и сделать красиво. На то рамках рабочего времени я жучу. Конечно же, я им обведу там Excel, Word, какие-то серьезные программы. Вот, ну и, соответственно, вы можете поставить такую не только себе штуку, там, понятное дело, от одного пользователя уже это стоит дороже, вот, вы можете поставить ее своим сотрудникам. И, в общем, наблюдать за ними, что, конечно же, не гуманно, но иногда для повышения эффективности очень хорошо. Вот, но, конечно же, надо всегда дать себе отчет о гуманности и вообще о том, что следить за... Даже если время от сотрудников оплачено, то это, наверное, нужно в два раза задуматься. Вот, ну и, соответственно, что искать? Для управления временем я советую вам поискать все, что касается тайм-менеджмента, тайм-трекер, трекер-тулс, тайм-трекинг, трекинг-эпс, вот, для визуализации, соответственно, визуализацию-тулс, онлайн-чартс, онлайн-графт-тулс и эволюэйшн-тулс. Управление проектом. Кто... так, я уже спрашивал про управление проектом. Для управления собственных персональных задач используете ли вы какие-то там задачи в Гугле, там еще какие-то штучки, на листочке пишете ли себе задачи, потом не зачеркиваете, а? Окей. Даже на бумажке это тоже очень... Продолжение следует...